Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей. В студии работает Сауля Байгалиева, судоперевод Жандоса Адилова. И смотрите в этом выпуске. Все на субботник. В семье дан старт санитарному двухмесячнику. К первому общегородскому субботнику активно подключились предприятия и финансовые учреждения. В семье завершился областной молодежный форум Open Space. Он собрал более 5000 молодых участников. В семье выявлены лучшие спид-кубинги. Более 300 школьников попробовали свои силы в первом городском чемпионате по скоростной сборке кубика Рубика. А теперь обо всем по порядку. Жительницы Российской Федерации помогут оформить гражданство Казахстаном. Женщина решила вернуться на свою родину и с этой просьбой обратилась в общественную приемную в рамках республиканской акции «Юстиция консультирует». Подробности в видеосюжете. В городском филиале партии Нарутан состоялся прием граждан в рамках республиканской акции «Юстиция консультирует». Цель данной акции – оказание бесплатной правовой помощи населению, а также укрепление взаимосвязи между государством и населением. В акции приняли участие представители управления юстицией, коллеги адвокатов, нотариальные палаты, судебные исполнители и сотрудники миграционной полиции. Данная акция «Юстиция консультирует» в семейском филиале Нарутана. Проводится ежегодно, поквартально. Граждане разные бывают и с разными вопросами, так что готовы на все ответить. Мария Мадорная – гражданка Российской Федерации. Пять лет назад она развелась со своим мужем и приехала с маленькой дочкой в семей. Сейчас бывший супруг не принимает никакого участия в воспитании девочки. Российский суд обязал мужчину выплачивать алименты, но исполнять решение суда, по словам женщины, он не торопится. Чтобы не потерять выплату, она остается гражданкой России, но возвращаться обратно Мария не собирается. Я обратилась в Нур-Атан для того, чтобы проконсультироваться, узнать, как мне дальше быть. Мне сказали, что сегодня будет республиканская акция, что можно прийти и меня проконсультируют. Но я надеюсь, что в данный момент мне помогут. Решить проблему Марии Мадорной оказалось несложно. Специалисты отдела миграции объяснили алгоритм действий и взяли под свой контроль ситуацию. Также во время мероприятия специалистами была оказана квалифицированная правовая помощь всем обратившимся гражданам. Ими были даны соответствующие консультации и разъяснены нормы законодательства. Бахатгуль Казес, Ернур Калелов, телеканал «Семей». 5000 кубов мусора было вывезено в минувшие выходные с улиц «Семей». Такие данные приводит отдел жилищно-коммунального хозяйства по итогам первого общегородского субботника. Санитарное мероприятие отличилось массовостью. На уборку территории вышли не только госслужащие и работники бюджетных организаций, но и коллективы предприятий и финансовых учреждений. В «Семее» дан старт санитарному двухмесячнику. Он открылся первым общегородским субботником. Причем семичане активно поддержали это мероприятие. Всего на уборку улиц в этот день вышло несколько тысяч человек. Такие акции, такие мероприятия, они нужны, они всегда были, будут и должны быть, потому что чем чаще мы будем выходить на такие мероприятия, будем активными на таких мероприятиях, тем мы сделаем город наш чище и несем какую-то лепту в озеленение, в улучшение своего города. Не остались в стороне представители финансовых организаций. Так коллектив одной из них высадил на острове Полковничий недалеко от монумента «Сильнее смерти» 95 сибирских елей. По словам специалистов, при правильной посадке и уходе в течение первого месяца деревья должны благополучно прижиться. Традиция «Садить деревья» пришла к нам из глубины веков, еще со времен празднования праздника на ОРС. Но она выверена годами и органично вписалась в сегодняшнюю жизнь. Это и есть, наверное, добрые дела, которые свидетельствуют о модернизации общественного сознания. Отрадно, что наше финансовое предприятие, крупнейшее финансовое предприятие коллективом выходит с добрыми делами по посадке деревьев. Хотелось бы, чтобы такие акции были повсеместные и коснулись каждого коллектива. Проведение субботника было четко спланировано с распределением человеческих сил и разделением загрязненной территории. Так госслужащие очищали от мусора трассы на выезде из города, а работники бюджетных организаций, закрепленные за каждым коллективом, улицы, утвержденные Акимом города. Очень много пластиковых пакетов, полиэтиленовых пластиковых бутылок, ну и, конечно, мусора, особенно на выезде из города. Но это в основном, наверное, мусор от населения, потому что если проезжать по нашим улицам, не везде и не всегда увидишь контейнеры. Это говорит о том, что население просто по возможности как-то мусор утилизирует. Особенно загрязненные районы, это у нас Знаменская трасса, Алматинская трасса и Восход поселок. Вот мы проехались, очень чисто стало, очень заметно, что вышли на субботник. И центральные улицы, предприниматели у нас активное участие приняли. Предприниматели у нас приняли активное участие, всем наш завод очень хорошо прибрались, они даже сделали побелку на своей территории. Также малый и средний бизнес тоже убрали все. Всего, по словам Назгульжа Капаевой, в этот день было вывезено более 5000 кубов мусора с привлечением 15 погрузчиков и 28 грузовых машин. Конечно, привезти в город порядок за один раз невозможно. Общеградские субботники будут проводиться в течение двух месяцев. Для этих целей Акимат выделил 2,5 миллиона тенге. Весь инвентарь, начиная от перчаток и заканчивая извездкой для побелки деревьев, предоставляется бесплатно. Чтобы получить его, бюджетным организациям необходимо обращаться к предприятию по благоустройству и озеленению семей. Следующий общегородский субботник запланирован на 28 апреля. В городе завершился областной молодежный форум «Опенспейс», который собрал более 5000 участников. Закрытие мероприятия состоялось на центральной площади с участием заместителя Акима города Надежды Шаровой. Во время мероприятия был организован концерт, национальные игры, дом-барапати. На закрытии побывала наша съемочная группа. Впервые в нашем городе прошел молодежный форум «Опенспейс», посвященный годовщине выхода программной статьи президента «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания». В рамках проекта был организован ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству Абая Кунанбаева, а также возрождению национальных ценностей. Завершился форум на центральной площади праздничным концертом. Завершился форум «Опенспейс». Это мероприятие действительно стало духовно обогащающим молодежью праздником. Поэтому мы хотим выразить огромную благодарность городскому Акимату за поддержку в организации этого форума. Сотни горожан собрались посмотреть на творчество молодых людей. Во время мероприятия была организована викторина с вопросами о творчестве Абая и Шакарима. Желающие могли сыграть в национальные игры «Асагату» и «Товас Кумалах». Помимо этого, на площадке Дамбра Апати горожане насладились виртуозным исполнением киев молодых дамбристов. Мы ансамбль дамбристов исполнили несколько киев. Горожане с изумлением и интересом подходили и смотрели на наши выступления. Я думаю, что такое мероприятие, как Дамбра Апати, помогут духовному развитию молодежи и возрождению наших национальных ценностей. Напомню, что на форум Open Space прибыли делегаты из городов, районов и области. Это директоры молодежных ресурсных центров, депутаты молодежных маслехатов, городов и районов. Во время мероприятия участники возложили цветы к памятнику Абая Кунамбаева, посетили музеи, посмотрели спектакль «Жас Абай» и встречались с участником проекта «100 новых лиц» Аблайханом Асылбаевым. По словам организаторов, мероприятие найдет свое продолжение в следующем году. Бахатбульказец, Ерик Нортозинов, телеканал «Семей». В «Семей» состоялась презентация книги Шанлыстау, известного поэта, композитора, государственного деятеля Ельдара Орозале. Мероприятие было организовано в честь Неждународного дня книги. Стоит отметить, что книга, помимо стихов, содержит и рассказы автора. На творческом мероприятии побывали наши корреспонденты. Ельдар Каменулла родился в 1962 году в Абайском районе в семье известного писателя Камена Орозалина. С малых лет он был близок к литературному творчеству. Следуя поступам отца, он начал свой трудовой путь с профессии учителя. Но не забывал и о творчестве. Ранее уже вышел в свет его первый сборник произведений «Уахаджимсе». А в этом году, благодаря поддержке музея Жидибай-Бюриле, была выпущена вторая книга Шанлыстау. В эту книгу внесены также несколько рассказов о первенце Мукана, об открытии памятника Абая в Усть-Каменогорске, о журнале-рукописях Абай-Урпак-Тары. Мои мысли нашли отражение в моих стихах. Я хочу сказать спасибо всем, кто помог мне выпустить эту книгу. В презентации книги участвовали интеллигенция города, родственники и друзья поэта, а также представители библиотеки и школьники. Поэт в своих стихах описывает красоту своей родины. Данная тема поднимает чувство патриотизма, говорят читатели. Ельдар является потомком известного поэта. Видно, что к сегодняшнему мероприятию он хорошо подготовился. Он прекрасный художник и уважаемый учитель. Ельдар даже написал несколько песен. Очень ответственно подходит к каждому своему произведению, очень требователен сам к себе. Поэтому его произведения никого не оставляют равнодушными. Наша задача, как сотрудников музея, познакомить горожан с талантливыми акынами и поэтами. В рамках таких мероприятий мы проводим презентации книг наших соотечественников. Одна из наших целей – показать посетителям ценность книги. Во время мероприятия, приуроченного к Всемирному дню книги, Ельдару Урозалину была вручена медаль «Абай». Творческий вечер продолжился концертом, где были исполнены народные песни и зачитаны его стихи. Бакат Гульказец, Ернур Калелов, телеканал «Семей». Собрать кубик Рубика за несколько секунд. Более 300 школьников города поборолись за звание самого сильнейшего в этом, как оказалось, очень полезном увлечении. Инициатором первого чемпионата города выступил предприниматель, а поддержал его в этом городской акимат. Более того, по его примеру, в некоторых школах города уже действуют клубы по скоростной сборке кубика Рубика. 10 секунд с небольшим, и кубик Рубика собран. Добиться такого результата под силу далеко не каждому. Семичанин Арман Ашимов решил поддержать своего сына в этом увлечении, не ожидая, что эта идея примет такой масштаб. В 2014 году мой сын принес мне кубик домой, попросил дедушку купить его кубик, и через два дня приходит мне показать, вот папа, я его собрал. И с 2014 года, это вот его увлечение, я решил его поддержать, и вот переросло в то, что вот сегодня мы уже видим. Первый город международный чемпионат в Казахстане прошел в Астане 8 октября 2017 года. Мы его тоже сами организовывали, пригласили главу Международной Федерации, и под эгидой ВЦА провели первый официальный международный чемпионат. Когда учишь, допустим, алгоритмы, то есть память очень сильно развивается, и потом уже через некоторое время даже какая-то память у рук начинает. То есть уже иногда голова не помнит на скорости, как там показать кому-то медленно это, чтобы все это было получалось. А руками уже можно быстро все это сделать. На соревнованиях я участвовал, на официальных соревнованиях у меня рекорд 12 секунд, 27 сотых. Мужчина создал клуб по скоростной сборке кубика Рубика. Его проектом заинтересовалась замокима города Надежда Шарова. После чего появилась идея распространить этот опыт и среди всех городских школьников. Сегодня подобные клубы действуют уже при 30 с лишним школах. Вид спорта, он незатратный, небюджетный, то есть очень удобный. Он не требует специальных каких-то приготовлений, он не требует затрат. Поэтому дети с удовольствием собираются и работают. То, что сегодня проводится чемпионат, это очень отрадно, потому что всего 4 месяца прошло, как мы открыли эти клубы. У него на базе занималось порядка 30-50 детей. Сегодня сюда пришли лучшие, это их 359. Представляете, сколько в школах у нас остались людей, детей вернее, которые не попали на этот чемпионат. Оно позволяет им развивать логическое мышление. Они взаимодействуют друг с другом. В конце концов, они отвлекаются от интернета. По словам экспертов, помимо приятного досуга, скоростная сборка кубика Рубика или спидкубинг, как ее еще называют, дает развитие сразу трех основных типов интеллекта. Пространственного, логического и визуального. Первый чемпионат города проводился по семи дисциплинам. Сборка на скорость одной рукой, повторы определенной сборки и так далее. И, как заверяет организатор, это лишь тренировка перед более масштабным турниром, международным чемпионатом, который планируется провести тоже в нашем городе этим летом. Сауле Байгалиева, Нургуль Садыкова, Серик Нуртазинов, телеканал «Семей». И завершение выпуска информации. Отказ гидрометом. 24 апреля в Восточно-Казахстанской области ночью и утром ожидаются местами дождь, гроза и туман. Днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Управление ПЧС просит горожан и гостей города соблюдать меры безопасности в этот период и по возможности не выезжать за пределы города. И таков были новости этого дня. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин